Да, именно такие монеты ценят коллекционеры, самая дорогая из тех покупок, от которых у меня были. Переходим к розыгрышу. Всем привет! В этом видео вы увидите редкие и дорогие монеты Украины, которые я купил к себе в коллекцию на сайте Виолити. Дальше мы подведем итоги конкурса на монету 2 гривны нового образца, покрытую настоящим золотом 999 пробы. У меня регулярно проходят такие конкурсы и розыгрыши денег на карточку. Для участия нужно быть просто подписчиком моего канала и оставлять комментарии под роликами. И удача и успех всегда будет с вами. Некоторые постоянные зрители выигрывали по несколько монет в течение года, просто оставив комментарий. Ну что, переходим к распаковке покупок. Дорогие монеты Украины пока еще можно найти из оборота или в ваших старых копилках. Эти монеты интересны коллекционерам и их часто покупают для инвестирования, так как тема монеты Украины постоянно растет. Я регулярно просматриваю раздел на Виолите «Монеты Украины для обращения и пробные», чтобы прикупить что-то себе в коллекцию в альбом. Как раз сегодня мы закроем одну из позиций по дорогим монетам Украины стоимостью 1800 гривен. Хочу попросить вас подписаться на мой канал, так я пойму, что видео, которые я для вас делаю, вам интересны и полезны. Я продолжу снимать эти видео, что позволит вам узнать о редких монетах Украины и, возможно, даже заработать. Вот я распаковал. Пока это самая дешевая из тех монет, которые я купил. Она стоит всего 270 гривен. Это 50 копеек 1992 года. Ну а особенность этой монеты, что она с браком. Ведь видите, есть сдвиг относительно аверса, относительно реверса. Да, именно такие монеты ценят коллекционеры. Ну и в мелких номиналах они довольно часто встречаются. И цена приблизительно такая. Ну вот в номиналах покрупнее 5 или 10 гривен. Цена значительно дороже. Цена 5 гривен с аверсом к реверсу на 180 градусов. В прошлом моем видео я показывал. Она стоит от 1000 до 2500 гривен. А десятка может стоить еще больше. Так что не упустите шанс заработать на таких монетах. Ссылочка на то видео будет в описании. Обязательно посмотрите. Переходим к следующей монете. Это 25 копеек. Распаковываем. 1995 год. Наверняка вы слышали, что это редкий год. Тираж у них всего 20 тысяч штук. Но это приблизительный. И чеканились они на Луганском станкостроительном заводе. Цена очень зависит от состояния. Где-то от 1000 гривен до 2000. Конечно, может быть еще редкая разновидность. Но это самая простая. Как видите, здесь я купил ее для себя. И состояние у нее довольно хорошее. Я планирую разместить у себя ее в коллекции. В альбоме регулярных монет Украины. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, на какую монету снять обзор из этого альбома. И первые три комментарии про разные монеты, которые наберут 25 лайков под комментарием. Я сниму для вас обзор на эти монеты на своем втором канале Монетомания. Этот канал только про монеты и о том, как можно на них заработать. Так что, пожалуйста, подпишитесь, чтобы не пропустить этот выпуск, который заказываете вы лично здесь в комментариях. Обязательно напишите, о каких монетах снять. Я вам их покажу реально в следующем выпуске. Так, следующая монета. Она самая дорогая из тех покупок, которые у меня были. Это 1 копейка 1996 года. Они выпускались для наборов. Вот такой замечательный набор у меня есть в коллекции. Таких наборов было два вида. Вот такой набор. Видите, сейчас на виолете выставлен. И вот как у меня в картонной упаковке. Мне нравится больше в картонной упаковке. Он очень яркий, интересный. Я рекомендую вам себя прикупить, если хотите, и он вас будет радовать. Бывали случаи, что эту монету находили в обращении. Так что, если у вас есть что пересмотреть, берите копилку, включайте мой плейлист с видео про годовые наборы монет Украины. И можно уделить время денежному хобби, перебирая монету. Ссылку на плейлист я оставлю в описании. Как видите, эта монета в пластиковом боксе. Он называется слаб. Это довольно дорогой способ хранения монет. Монета защищена от воздействия. Очень плотная запаковка. И монете дается оценка по состоянию. Подтверждается подлинность монеты. Но это делается чаще всего для старинных монет. Украинские монеты не часто слабируют, так как стоимость слабирования от 50 долларов за одну монету. Этой копейке 1996 года присвоен грейд MS-66. Вообще, компания NGC, которая ставит оценку монетам, использует грейдинговую шкалу Шелдона. От единицы до 70. Эта система оценки была впервые применена в США в 40-х годах 20 века. И классифицирует монету, помогает пятикратное увеличение, с помощью которого осматривается монета. Например, при невыявлении каких-либо изъянов монете присваивается грейд 70, самый высокий. Ну, я не уверен, что украинские обиходки могли бы присвоить грейд 70, так как у нас монеты уже после чекана, на них появляются какие-то царапины или, например, отпечатки пальцев. Хотя, кто знает. Если знаете примеры, когда украинским монетам давался грейд 70, пожалуйста, напишите в комментариях. Этой монете поставили MS-66. Ну, это отличный прочекан с минимальными царапинами и изъянами. У меня есть видео о том, как хранить монеты. Я рассказываю о плюсах и минусах разного хранения монет. И как раз про слабые я тоже рассказал, про плюсы и про минусы. Если хотите, ссылочка будет в описании, зайдите после просмотра этого видео. И последняя монетка. Мне прислали ее в подарок. Это 50 копеек 1996 года с крупным огуртом. Ну, приятное дополнение к покупке. Я покупаю такие монеты для себя, так как тираж у них не очень большой. А по стоимости вот этой копейки 1996 года в слабе она стоит 2250 гривен. В принципе, я считаю, что это нормальная цена вместе со слабированием. Думаю, эта цена может быть даже больше. Так как монет 1 копейка 1996 года уже нет в обороте. Только в копилках, только вот такие переборы старых каких-то залежей монет. Ее можно найти. Так что цена на эту монету будет расти и в будущем. Друзья, давайте перейдем теперь к розыгрышу. Монеты 2 гривны покрыты настоящим золотом. И посмотрим, кто же станет победителем. Если вам это видео было интересно, пожалуйста, поделитесь с друзьями. И я готовлю для вас следующее видео. Переходим к розыгрышу. И мы, собственно, выбираем сайт, на котором мы проведем этот розыгрыш. Вставляем ссылочку на наш видеоролик. Друзья, это прямо сейчас в прямом эфире происходит в Instagram. Спасибо всем, кто пришел на прямой эфир. У нас 30 человек. И потом я отвечу на ваши вопросы. Ну что, нажимаем начать. Что у нас пишется? Призовых мест. Ну у нас, так как одна монетка, у нас одно призовое место. Кстати, в следующих роликах я что-нибудь еще разыграю. Друзья, спасибо всем, кто поучаствовал в акции с пицами. Это было офигенно. Так, определяем призовое место одно. Что тут еще можно отметить? Комментарий. И все комментарии. Один комментарий. Ну нам нужен один. Подождите. Учитывать все комментарии. А, то есть учитываться будет у нас один комментарий. Даже если вы их написали 100 тысяч комментариев. Ну что ж, друзья. Я желаю удачи. И погнали. Сейчас определится, кому отправится эта монета. Погнали. Так. У нас анализируются комментарии. Тысяча одиннадцать комментариев прямо сейчас. У нас сейчас мы узнаем победителя. Выбрать победителя. Случайное число. Например, тринадцать. У нас пишется. Сгенерировать так. Рандомный. Так. Ну, сгенерировать. Число двести. Семьдесят пять. Это было число данного победителя. Первый раз прожжу на этом сервисе. Это у нас Саша. Давайте посмотрим, что за аккаунт Саши. И подписан ли он на мой канал. Саша. Канал здесь. Нет ссылок на другие каналы. Обсуждение. Канал так. Почему мы не видим, Саша, ваши подписки? Я не пойму, есть ли вы подписаны на мой канал. И вот не видно, что один подписчик у вас. А подписаны ли вы на мой канал? К сожалению, мы не видим. Не могу я Саше Яковенко вручить данный подарок. Пожалуйста, проверьте ваши настройки приватности. Не вижу, что вы были подписаны на мой канал. К сожалению, данный победитель не выигрывает. Ну вот, вот как-то так. Чтобы все было честно, потому что я это говорил в условиях конкурса. Нажмем мы сейчас выбрать другого победителя. Давайте, а, вот проверить подписку. Вот проверить подписку. Видите, не подписан человек. Лайк поставлен, комментарий. Ну, уже нет смысла. Давайте заново выбрать другого. Друзья, вот такая история прямо сейчас у нас в эфире происходит. Следующий будет участник у нас. Определяться. Выбрать другого победителя. Выбрать победителя. Подписка. Генерировать число 62. Виктория. Виктория. И мы подписку проверяем. Не указано. Человек не подписан на канал, либо не открытой подписки. Давайте следующий. Выбрать другого. Победителя. Любое число. 353. Подписка. Есть подписка. Ух ты, друзья. Мне кажется. И комментарий. Это у нас заявка на победу. Потому что... Фартовый коллекционер. Надеюсь, я им стану. Друзья, ну вот. Вот так и происходит. Когда ты веришь в свою удачу. Пишешь такие комментарии. Вот. Открыто. Вот так должны выглядеть подписки. Мы видим, что здесь много-много разных каналов. Есть Монетомания. Мой второй канал. Спасибо, что подписаны. И, конечно же, фартовый коллекционер. Вот он. Вот он канал. И прямо так ты становишься фартовым коллекционером. Друзья, если вы не выиграли, не расстраивайтесь. Потому что я буду регулярно проводить подобные конкурсы. Это же канал фартового коллекционера. Мы будем разыгрывать разные монеты, деньги. Спасибо, что смотрите. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok